Сын главы Федерации бокса, депутату Госдумы и бывшего министра спорта Бориса Иванженкова дал показания по делу об аварии в Подольске. В воскресенье утром 22-летний Антон за рулем своего BMW X6 сбил двоих пешеходов. Сейчас они в больнице. Тема продолжит Анна Леонтьева. Кажется, он пытался сделать все возможное, чтобы не стать антигероем новостных выпусков. Этот видеоролик снят одним из очевидцев. Антон Иванженков спешно скручивает номера с переднего бампера своего разбитого BMW X6. Но тщетно. Картина более чем красноречивая. В кадре двое пострадавших – молодой человек и женщина, которые попали под колеса немецкого внедорожника. В 7-10 госпитализирован молодой человек в состоянии средней тяжести, госпитализирован в нейрохирургическое отделение, где ему проведено обследование и лечение. В настоящее время его состоянию ничего не угрожает. Состояние удовлетворительное. И женщина, госпитализированная в 7.25, сразу по тяжести состояния в организационное отделение, находится в тяжелом состоянии. Место действия – улица Правды в Подольске. На часах 7 утра. BMW врезается в автомобиль марки «Шкода» и вылетает на остановку общественного транспорта. Отец Иванюженкова, депутат Госдумы, бывший министр спорта и нынешний глава Федерации бокса уверен, «Все это не более чем случайность, пусть и трагическая». В результате лобового столкновения автомобиль, на котором ехал мой сын, отскочил и по касательной задел автобусную остановку. Это просто какая-то трагическая случайность. Мой сын Антон не пьет, был трезвый на момент аварии. И это подтвердила экспертиза. Борис Иванюженков уже обещал любую посильную помощь пострадавшим. И утверждает, что хорошая реакция сына помогла избежать еще в более тяжелых последствиях. Подтвердить или опровергнуть это предстоит суду, который проведет заседание по итогам технической экспертизы. Ну а пока Антону Иванюженкову грозит до двух лет реального срока. Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью уже открыто. Анна Леонтьева, Шамиль Кирашев, Вести.